МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Не унывать сегодня придется нам, ведь есть еще то, на что жители региона могут повлиять, например, на ситуацию с пробками на дорогах. Именно этой теме сегодня посвящено наше интерактивное голосование. Она, кстати, уже стартовала, вопрос и номера телефонов в нижней части экрана. Делайте свой выбор и смотрите сегодня. Мощный снегопад обрушился на Иркутскую область. В первую очередь осадки доставили проблем водителям региона. О ситуации на дорогах при Байкале узнаете сегодня. Узнать дату открытия детского сада желают родители из Иркутска. Ремонт в учреждении должен был закончиться еще в августе. Сегодня выясняем, когда же образовательный процесс будет продолжен. Продолжается конкурс красоты среди деревень России. Сегодня экспертов, в том числе иностранных, принимает Большая речка в Иркутском районе. В выпуске расскажем, чем поселок удивил жюри. Удивляет который раз своей душевной теплотой рысь Алена в Иркутске. Она в своем юном возрасте вновь стала приемной мамой. О чем речь, поведаю в рубрике «Повесточки». И начинаем мы с темы, которая сегодня у всех на устах. Погода. Снег в октябре для нашего региона, конечно, явление неудивительное. Хотя плавно привыкнуть к осадкам мы и не успели. Мокрый снег как зарядил с вечера среды, так и не думает успокаиваться до сих пор. В первую очередь от этого пострадали автомобилисты. Особенно сложная ситуация сложилась на загородных трассах. Сводки дорожных новостей у Даниила Седова. В Сибири на деревьях растут даже машины. Особенно если удобрить все вокруг сильным снегом. К нему жители региона, как обычно, оказались не готовы. В социальной сети буквально забиты видео и фото с так называемыми перевертышами на загородных трассах. Наиболее сложная обстановка наблюдалась на Р-258 Байкал с 35-го километра по 95-й километр. В 4.00 утра на данный участок дороги вышло 3 единицы снегоуборочной техники. Подряд на организации. По мере усиления снега и усложнения обстановки в 8.00 было принято решение добавить единицы техники. Были выпущены на трассу 3 комбинированных дорожных машины и 1 автогрейдер. На данном участке дороги протяженностью 60 километров работало 7 единицы техники. В областной столице устойчивый снежный покров образовываться не успевал. На городском асфальте осадки таяли. Тем не менее, некоторые водители, которые не успели поменять резину для перестраховки, решили переобуться. Поэтому на шиномонтажках у работников не было свободной минуты. Даже в районе обеда. У меня уже 5 машин было назад перед этой. А вообще сами как считаете, пора действительно переобуваться? Очень тепло будет. Ну, лучше сразу, чем в очередях не стоять потом. Постоять в заторах жителям Иркутска все-таки пришлось. Но всплеска аварий из-за осадков инспекторы не зафиксировали. Сотрудники госавтоинспекции несут службу в обычном расписании. Также при ухудшении непосредственно погодных условий запланировано выделение дополнительных экипажей дорожно-патрульной службы. Сегодня на территории Иркутской области ограничение движения транспортных средств не вводилось. Так что можно сказать, что испытания первым снегом после лета Иркутская область выдержала. Сейчас для устранения последствий осадков в регионе приготовлены 24 тысячи кубометров песка, щебня и 386 тонн реагентов. Остается надеяться, что это все сделает наши дороги безопаснее. Но рассчитывать только на дорожников водителям не стоит. Собственная дисциплина и соблюдение скоростного режима не повредит в любую погоду. Данил Седов, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Снег только добавил проблем на дорогах Иркутска, хотя казалось куда уж хуже. Третий день в городе фиксируют максимальные девятибальные пробки. С тех пор, как на объездной Первомайский университетский начался ремонт. По утрам жители областной столицы застревают в часовых заторах. Ремонт в одной части города, по сути, отразился на многих. Вечером лучше не становится. Поэтому, чтобы хоть как-то изменить ситуацию, на некоторых перекрестках с кольцевым движением работают регулировщики. Но и это не спасает. Один из вариантов решения проблемы предложил наш телезритель Алексей. Он написал письмо. Основная его мысль проста. На период ремонта в районе развязки Академического моста отказаться от стальных коней и пересесть на общественный транспорт. Мужчина предлагает пользоваться машиной только тому, у кого с автомобилем связана работа. И именно такому нестандартному предложению мы решили посвятить наше интерактивное голосование. Тем более, что количество автомобилистов действительно стремительно растет. Если в 2015 году в России машины были у 40% наших соотечественников, то сейчас две трети жителей страны имеют своего железного коня. Итак, сегодня спрашиваем, готовы ли вы отказаться от машины, чтобы уменьшить количество заторов в городе? Если да, и вы согласны на некоторое время оставить авто на стоянке и стать пассажиром общественного транспорта, поскольку понимаете, что большое количество машин в городе усугубляет и без того непростую ситуацию на дорогах, звоните по телефону в Иркутске 563-971. Если же ваш ответ нет, и вы считаете, что решать проблему заторов нужно по-другому, а никак не отказом от использования машин, тем более, что это может породить новые сложности, например, толкучку в общественном транспорте. К тому же, мера будет иметь эффект только при массовом отказе, а вряд ли люди пойдут на него. Набирайте 563-972. Результаты озвучим в финале выпуска. Подошла к финалу и масштабная проверка детских и спортивных площадок региона. Итог трехмесячной работы. Омбудсмен по правам ребенка и волонтеры сделали неутешительный. Больше трех тысяч нарушений, самые распространенные из которых износ оборудования, отсутствие ограждений и, в принципе, надзора за техническим состоянием объектов. По самым опасным фактам составлены запросы и письма в местные администрации. Туда же в пору жаловаться родительскому коллективу одного из иркутских детских садов. Учреждение закрыли на ремонт в начале лета, и до сих пор по неизвестным причинам оно не начало работу. Принять детей должны были еще в начале августа, но сроки неоднократно переносили. В настоящее время воспитанников распределили между другими дошкольными учреждениями. Родители начали терять терпение. Времени на дорогу и обратно тратится больше. Дети вынуждены привыкать к новым педагогам. К тому же у закрытого сада была своя образовательная программа, на которую мамы и папы рассчитывали при подготовке к школе. В альтернативных учреждениях таких занятий нет, и это далеко не весь список претензий. Дело в том, что в других детских садах, они же рассчитаны на определенное количество детей, а раз сейчас туда ходят еще и наши дети, то там переполнены группы. Думаю, что вполне возможно, что нарушаются какие-то противопожарные нормы, нормы санитарные. Нас уже перевели в третий по счету детский сад временно. И до настоящего времени мы ходим в другой детский сад, не в свой. Свой детский сад, его педагогический коллектив, родители и дети очень любят, поэтому долго не решались рассказывать о проблеме. Но после двухмесячного периода неизвестности терпение закончилось. А вопросов, напротив, накопилось много. Главное из которых, что же в здании не в порядке и когда, в конце концов, учреждение будет открыто. Ответить по телефону согласилась исполняющая обязанности, заведующая Ольга Балышева. Подрядчик, который проводил работы по замене электропроводки и электроосвещения в детском саду номер 58, оказался недобросовестным. Мы расторгаем с ним договор, а после будем искать другую подрядную организацию, которая зайдет, быстро все доделает. Мы просим наших воспитанников и их родителей проявить терпение и дождаться завершения ремонтных работ. Не скоро завершат и работы по проекту формирования комфортной городской среды. В рамках него преображают дворы и общественное пространство в населенных пунктах области. Так вот, на сегодняшний день намеченное выполнено лишь на 20%. От графиков отстают северные территории. Связано это, как правило, с задержкой доставки оборудования и асфальта. В этом году в проекте участвуют 40 муниципалитетов региона. Для сравнения, в 2017-м преображали лишь 15. Работы ведут за счет субсидий из федеральной и областной казны. Основную массу должны завершить до конца ноября. На декабрь оставят установку скамеек и освещение. В общем, те работы, для выполнения которых положительные температуры не нужны. Не требуются они и для работы археологов, которые сейчас изучают и восстанавливают надгробные плиты. Мимо захоронений ходили сотни, если не тысячи, горожан и туристов. И, возможно, даже не догадывались, какая древность у них под ногами. И не только древность память о давно усопших людях. Как реставраторы работают над сохранением истории, покажем прямо сейчас. Сейчас эти слова способен прочесть любой маломальский грамотный человек. Но когда камень только попал в руки археологов, надпись скорее напоминала странный шифр. Надгробная плита столетиями лежала в бывшем Иркутском парке культуры и отдыха. А под ней покоился сподвижник Григория Шелихова, генерал-майор Гаврил Андреевич Лилингрен. В те времена, а это 1796 год, надгробие делали из песчаника, довольно распространенного в Иркутске камня. Однако сейчас мастеров, которые с ним работают, практически не найти. После революции перестали добывать песчаник, и мастеров не осталось по песчанику. А здесь вот как раз работа очень хорошего мастера. Здесь остались его инициалы М-Филий Некол, видимо, или может быть какой-то Некош. Не очень тут разборчиво, но это потом археологи еще все восстановят и пропишут. А еще сохранят необычное соседство. На второй плите, найденный здесь же в парке, прижился мох. И удалить его невозможно. Это разрушит камень. Он, кстати, лежал над могилой служителя Иркутского Богоявленского собора. Оба надгробия сейчас отмывают от грязи, причем делать это нужно крайне аккуратно. Поэтому в ход идут любые подручные средства, вплоть до зубных щеток. После обе плиты реставраторы покроют специальным составом, чтобы укрепить структуру камня и защитить от дождя и снега. И вернут на место. Эти работы в данный момент уникальны для города. Такие работы по сохранению именно надгробий до 1917 года не делали, потому что не надо было, а с 1917 года не делали, потому что все это были враги народа. Так что это просто первое восточное. И надо полагать, далеко не последний. Ведь здесь, на Иерусалимском кладбище, похоронены более 120 тысяч человек. В том числе и довольно известные горожане. Причем многие иркутяне знают, что у Погоста довольно непростая судьба. В 20 веке он был практически разорен, а на этом месте организован парк аттракционов. Сейчас задача археологов-реставраторов вернуть историческую справедливость, чтобы память о тех, кто здесь погребен, не канула в лету. Алена Планенко, Надежда Казакова. Новости по будням. Не забывайте о том, что у нас в самом разгаре интерактивное голосование. Сегодня оно посвящено актуальной для всех иркутян теме. Спрашиваем, готовы ли вы отказаться от машины, чтобы уменьшить количество заторов в городе? Если да, звоните по телефону в Иркутске 563-971. Если нет, набирайте 563-972. Итоги подведем в конце программы. Еще не закончилась Российская энергетическая неделя. В эти дни она проходит в Москве. Несмотря на название мероприятия, в нем принимают участие и зарубежные гости из европейских стран. Градоначальники делятся проверенными методами, как сохранить экологию и при этом экономить ресурсы и бюджет. Опыт Иркутска также был озвучен. Все подробности далее. Без переводчиков на таком мероприятии не обойтись. Это кадры с международного саммита мэров в Москве. Тема обсуждения энергоэффективности и устойчивое развитие городов. Иркутску есть чем гордиться. Например, практиками по привлечению внебюджетных средств. Более 50% наших городских теплосетей переданы в концессию. И договор концессии сегодня доказывает свою эффективность. Из 27 котельных неэффективные 9 уже закрыты. Продолжают закрываться котельные, что позволило улучшить экологию. Выбросы сократить на 34%. Это очень серьезная цифра. Более 1,5 миллиарда рублей предусмотрены инвестиции в реконструкцию и ремонт существующих сетей. Это средства не расходят бюджета, средства конституционеров. Бюджетные деньги тратят на установку умных систем в социальных учреждениях. Температура и свет регулируются автоматически и сохраняют комфорт в помещениях, экономя ресурсы. Электричество в больших масштабах сберегает модернизация оборудования трамваев и троллейбусов, а также подстанций для них. Почти 30% муниципальных автобусов Иркутска переведено на газомоторное топливо. Это плюсы бюджету и экологии. Действительно, вот эти новые инструменты, о которых сегодня мэр говорил, они могли бы стать действительно хорошим примером для других городов, которые тоже ставят аналогичные задачи. Люди привыкают, что Россия становится площадкой для обсуждения проблем городов именно с точки зрения повышения энергоэффективности. На положительный эффект в Иркутске рассчитывают от установки умных сервисов в жилищно-коммунальной сфере и интеллектуальных систем управления дорожной сетью. Горожане их оценят совсем скоро, а ведь это планы 2019 года. Лада Рыбакова, новости по будням. В году текущим тоже есть чем заняться. По всей стране сейчас проходит пробная перепись населения, точнее ее первый электронный этап. И жители Иркутской области в нем активно участвуют. Уже более трех тысяч человек ответили на вопросы через сайт госуслуг. И это данные всего за два дня. Из десяти, которые будет длиться перепись в электронном формате. По активности жителей нашего региона в числе лидеров страны. Хотя пока и не обогнали Москву, Санкт-Петербург, а также Московскую и Челябинскую области. Время наверстать еще есть. Не стоит забывать и о том, что в Прибайкале перепись проведут и традиционным способом. Специалисты, правда, наведаются не во все районы. Всего в два. Нижнеудинский и Катангский. Ну а пока жители этих территорий тоже могут заполнять электронные переписные листы. По данным Иркутскстата уже 163 человека воспользовались такой возможностью. Возможности были у 30 девушек, но лучшей оказалась лишь одна. Иркутянка Елена Гелева стала победительницей всероссийского конкурса красоты Miss Russian Diva 2018. Причем впервые корону получила именно представительница нашего города. Думаю, не ошибусь, если скажу, что многие девушки хотели бы почувствовать себя королевой красоты. Итак, как же выглядеть стильно и при этом не замерзнуть, расскажем в рубрике «Ценный выбор». Бешеный ритм современной жизни диктует свои условия иркутским модникам. Главный вопрос – как одеться тепло и при этом выглядеть стильно. Ответ – легко. Благодаря новой коллекции шуб и дубленок в салоне кожи и меха. И снова белоснежная норка точно будет притягивать восхищенные взгляды. В мутоновом пальто никакие морозы не страшны. Ну и вряд ли что-то может соперничать с дубленками по практичности. Яркие норковые шубы с капюшоном и воротником стойка, поперечные и классические фасоны, стильные мутоновые шубы от молодежных до элегантных моделей. Также хотим порадовать мужчин новой коллекцией дубленок классических и спортивных моделей. Приятный нюанс. При покупке абсолютно любого изделия из новой коллекции сейчас можно получить подарок. Например, стильную шапку, которая завершит зимний образ. Другой вариант – пальто или кожаная куртка. Ведь межсезонье никто не отменял. А весной и осенью тоже хочется выглядеть стильно и красиво. Алена Полоненко, Надежда Казакова, Владимир Пинаев. Новости по будням. По-настоящему красивое явление – метеорный поток. Посмотреть на него смогут жители нашего региона. Ведь Иркутская область не останется в стороне от Всемирной недели космоса. По сути, она уже стартовала с астрономического диктанта. Он проходит в столице региона в эти минуты. Итоги подведут 10 октября. Но до этого дня пройдет еще много интересных мероприятий. Например, с 5 числа стартует 40-я серия выездных наблюдений объектов глубокого космоса. Где бы вы думали? На глубокой. А 8 октября вечером Иркутский планетарий организует в парке села Мамоны наблюдение метеорного потока Дракониды. Чуть раньше, кстати, там установят памятный знак с весьма символичным названием «Здесь наблюдают метеоры». Наблюдают за жизнью людей и природой в разных странах авторы живописных работ с выставки «К России с любовью». Но все равно объектом творчества в основном становятся Байкал и его окрестности. Оценить работы художников смогут иркутяне уже завтра в усадьбе Сукачева. Там состоится открытие экспозиции. А что еще интересного происходит в регионе и за его пределами, знает Юлия Горзова. Всем здравствуйте! В регионе лютует ветер, а значит, желательно держаться подальше от деревьев и баннеров. Сегодня предлагаю поговорить о безопасности. Как раз ею обеспокоились в Шелихове. Там в детсадах педагоги и полицейские проводят неделю безопасности дорожного движения. Взрослые стараются привить малышам основы правильного поведения на магистралях. Важные знания подают в игровой форме. Благодаря этому ребята охотно впитывают информацию и делятся своими впечатлениями с родителями, которые также, кстати, привлекаются к творческим заданиям. Задание не из легких – целый день отработать в офисе, когда очень хочется спать. Оказалось, многие с этим не справляются. Более половины сотрудников России могут вздремнуть во время трудового дня. Основная причина – недосып и плохое самочувствие. При этом выяснила крупная страховая компания, отдыхать, не вставая со стула, чаще предпочитают женщины. Большинство респондентов признались, что спят во время обеденного перерыва. А некоторые пребывают в царстве Морфея во время совещаний. Морфея совещались, как лучше поступить, чтобы еще больше не навредить. Четырехлетний мальчик в Малайзии залез в стиральную машинку в прачечной ради забавы. Увидел такой трюк в мультике и решил повторить. Ну и классика жанра – застрял. Налицо недосмотр со стороны матери, которая потом переживала за свое чадо, когда его вызволяли специалисты. После нескольких попыток люк удалось разбить, и ребенка освободили. Пушистых малышей подкинули в Иркутский зоопарк. Котята теперь в безопасности. О них заботится рысь Алена. Она нянька со стажем. Вырастила и медвежат, и щенков, и даже енота. Последний, кстати, недолюбливает котят. Поэтому усатые не могут 24 часа в сутки быть с приемной мамой. Но уж если они вместе, то рысь заботится о них как родная. Умывает, защищает, еду отдает. Может, потому что еще не успела обзавестись своими детьми. Дикая кошка достаточно молода. Ей полтора года. Так что все впереди. На сегодня интересные весточки закончились. До встречи. С интересом следят многие телезрители за конкурсом к 15-летию программы «Новости по будням». И борьба в нем накаляется с каждым днем. Лидерам голосования за лучший видеоролик расслабляться не стоит. А вот что не помешает, так это пригласить всех своих родных, друзей и коллег ставить лайки. Делать это нужно на странице медиахолдинга НТС в Инстаграм. Напоминаю также, что быстро найти ролик можно благодаря нашему сайту. Пока гонку за призы по-прежнему возглавляют бойцы клуба единоборств и семья Головачевых. Но их вот-вот готовятся потеснить другие участники. Поэтому, если вы хотите изменить ход голосования, скорее заходите в Инстаграм и ставьте лайк. Именно по их количеству мы определим двух победителей. Им достанутся сертификаты на 15 и 8 тысяч рублей. Потратить их можно будет в ресторане «Авантаж», санаторий «Электро» на горе Соболиной, либо в лагере «Звездном». Третьего призера и обладателя сертификата на 5 тысяч определит редакция новостей по будням. Голосование продлится до 7 октября. А вот голосование интерактивное в нашей программе продлится гораздо меньше. Сегодня на повестке дня вопрос на дорожную тему. Ваши ответы будем принимать еще минуты три. За это время расскажем об успехах спортсменов Иркутской области и о том, как поселок Большая Речка борется за звание самого красивого населенного пункта России. И вновь ничья. Вторую игру подряд «Иркутский зенит» не может распечатать ворота соперников. Но и сам не дает забить гол. В итоге встреча с барнаульским «Динамо» завершилась со счетом 0-0. Следующий матч у футболистов «Зенита» на выезде с омским «Иртышом». Смогли выделиться. Представители Иркутской области успешно выступили на чемпионате Сибири по «Тхэквондо». Состязания проходили в Бердске. На счету наших спортсменов бронза, три серебра и золота. В весовой категории до 80 килограммов чемпионом у округа стал Иван Морозов. Сойдутся, чтобы выявить лучших. Всероссийский турнир по панкратиону Кубок Героев состоится в Иркутске. Соревнования намечены на 6 и 7 октября. Заявки уже подали свыше 700 спортсменов из 16 регионов страны. Больше всего участников ожидается от Иркутской области. Состязания будут проходить во Дворце спорта «Труд». Вход свободный. Алена Полоненко, новости по будням. Участники конкурса красоты, деревни и поселки. Да, и такое бывает. Населенные пункты России соревнуются в самобытности, культурном и историческом наследии. Проводит необычное состязание Ассоциация самых красивых деревень России. Сегодня эксперты организации, наша съемочная группа, побывали в Иркутском районе. Что удивило членов жюри. Сейчас поймете сами. Веселенько сядет. Так, встречают гостей в Большой речке Иркутского района. Сюда сегодня приехали эксперты Ассоциации самых красивых деревень России. И даже специалисты с Франции. Для того, чтобы оценить самобытность поселка. И, возможно, присудить ему громкое звание. Оценивать в такую погоду внешний вид населенного пункта сложно. Поэтому жюри знакомят с местной культурой. Это, кстати, главный критерий отбора в конкурсе красоты среди деревень. Дети в Большой речке не только хорошо знают народные песни. Они еще умеют играть на гуслях, балалайке и, естественно, ложках. Такой интерес ребят к эскона русской культуре иностранного эксперта Ассоциации удивляет. Что касается нематериального наследия, оно сильнее в России. И вы поддержите это. Мы это только что видели. В Франции оно, к сожалению, утрачено в большой степени. Меня очень тронули ваши дети. Они действительно не просто играют. Они живут этой культурой. Во Франции такого нет. Заразила почти всех местных ребятишек любовью к народной культуре вот эта женщина, которая ловко управляется с баяном. За 22 года она выпустила 7 составов ансамбля. Когда-то даже сама уехала из Большой речки. Но не смогла жить в разлуке с родным краем. Вернулась. Сейчас у нее занимается более 60 детей. У меня действительно много детей. Сама удивляюсь. Когда-то я начинала с 5 человек. И привлечь именно народным творчеством заниматься было сложно. Но сейчас у меня уже большой опыт. И когда объясняешь детям, что это наше родное, что это наша природа, это наша культура, самая интересная, самая богатая, наверное, в мире. И как-то дети очень увлекаются. Увлекаются местные жители не только песнями. В Большой речке живет известный на всю Иркутскую область народный мастер. Алексей Шудько уже больше 40 лет возрождает народное ремесло. В его руках береста превращаются в искусные сундуки, тоиски, солонки, сувениры. И даже охотничьи рожки для приманки и зюбря. Ремесленников в поселке не с честь. К примеру, в семье Ласовых занимаются ткачеством. Родители для своих детей, а их в семье 10, готовят приданное. Для девочек цветные дорожки. В доме Ласовых есть не только ткацкий станок, но и настоящая русская печка. Семья старается сохранить народный уклад жизни. Как и многие другие жители поселка, это может помочь Большой речке получить титул самой красивой деревни. Ведь жюри высоко оценило местную культуру. Завтра эксперты посетят еще три поселка Иркутской области. А победитель конкурса «Красоты среди деревень России» станет известен следующим летом. Юлия Ашинкарюк, Владимир Пинаев. Новости по будням. И в завершении выпуска подведем итоги интерактивного голосования. 117 телезрителей не прочь отказаться от машины ради уменьшения заторов в городе. А вот 139 проголосовавших не готовы на такой шаг. Так что, видимо, пока ситуация на дорогах остается прежней. А на сегодня это все. До новых встреч на нашем канале. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин